Уважаемый Александр Иванович, я Пушкарская Анастасия Олеговна, проживающая в городе Энгельсе Саратовской области. Несколько месяцев назад, в июле 1922 года, меня признали потерпевшей по уголовному делу, возбужденному по пункту В, часть 3, статья 286, и часть 4, статья 303 УК РФ. В качестве подозреваемой в нем фигурировала старший оперуполномоченный по особо важным делам оперативного отдела Саратовской таможни Евгения Калентьева. Речь шла о фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности в целях уголовного преследования, заведомо непричастном к совершенному преступлению лица, то есть меня, и превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий, то есть был установлен факт фабрикации и фальсификации в отношении меня уголовного дела, в результате чего я незаконно была привлечена к уголовной ответственности и получила 7,5 лет колонии. История, поломавшая всю мою жизнь, началась почти 9 лет назад, в 2014 году. На тот момент я уже длительное время работала на заводе Роберт Бош-Саратов. У меня были планы на будущее. Жила я со своей старенькой больной бабушкой, которой требовался уход. В моей семье, небольшой семье, ну, принято всегда приходить друг к другу на помощь. Мама в то время работала, а сестра воспитывала двух маленьких детей. Поэтому забота о бабушке легла полностью на меня. В сентябре 2014 года я была задержана сотрудниками таможни. Незадолго до этого, летом того же года, мне настойчиво звонила и настаивала на встрече давнишняя знакомая, которую я не видела долгое время. Я решила с ней встретиться при себе. У нее было запрещенное вещество, так называемая соль, которое она предложила употребить нам вместе. Смолодушничев, я подалась на ее уговоры, хотя не знала, что эта соль из себя представляет. При дальнейших наших встречах знакомая стала настойчиво уговаривать меня заказать запрещенное вещество из-за границы. Мол, она не раз так делала, знает проверенный сайт, через который это все можно заказать, название вещества, которое надо указать на этом сайте. Сказала, что сама все сделает, выберет, закажет, а только оплатим мы пополам. Ну и в очередной раз смолодушничев, я согласилась. Только оказалось, что вот на данный момент у нее по какой-то причине нету паспорта и что-то с телефоном, нету выхода в интернет. И надо сделать заказ именно с моего телефона. Вот. Она с моего телефона зашла на этот сайт, оформила на мое имя заказ. И мне оставалось только через какое-то время получить его на почте. В один из дней мне поступил звонок якобы от сотрудника почты. Они сообщили, что заказ пришел, его нужно получить. При получении посылки я была задержана. На следственно-оперативных действиях, которые проводились сразу после задержания, я пыталась доказать, что заказ был сделан не мной, что я была не одна. Но старшая оперуполномоченная Евгения Калентьева сказала, что про третье лицо лучше не говорить, иначе я сделаю себе только хуже. Когда меня привезли до дачи показаний в отдел саратовской таможни, мне Калентьева интересовалась, нет ли в моем окружении людей, которые бы захотели сделать подобный заказ запрещенных средств за границей. В случае, если я найду такого человека, она пообещала сделать все от нее зависящее, чтобы срок был поменьше. То есть Калентьева предложила мне сотрудничество в таком ключе, чтобы я кого-то подставила, заказала на него наркотики, дабы потом этого человека задержали с поличным. В этот момент я поняла, что что-то не так, какой-то проделывают со мной грязный трюк, все подстроено, и дело в отношении меня сфабриковано. То есть мою давнюю знакомую просто подослали таможенники, чтобы меня подставить и выполнить план по раскрытию преступлений. Ну, тогда я ничего не смогла доказать, все факты просто были против меня. А я переживала, как бы себе не навредить, ведь я впервые столкнулась с такой ситуацией. На тот момент у меня просто опустились руки, и я взяла всю вину на себя по собственному неразумению и совету адвоката, которую мне, можно даже сказать, подсунула Калентьева. Об этом я, ну, стоит сказать особо. Через день-два после задержания меня вызвали в таможню. Я поехала с мамой, нас встретила очень дружумелюбно следователь Калентьева, успокаивала и предложила воспользоваться услугами ее хорошей знакомой, адвоката Ольги Корнишиной, бывшего сотрудника Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, коллегу Калентьевой, которая на тот момент уже находилась там. Это сейчас я понимаю, что она как бы играла роль доброго полицейского, но тогда я, будучи в растерянности, толком еще ничего не понимая вообще, что происходит вокруг меня, посоветовавшись с мамой, мы, конечно же, согласились тут же на месте. Во время следствия именно Корнишина Корнишина настоятельно советовала мне признать вину. Каково же было мое удивление, когда Корнишина устроилась на работу в таможню дознавателем и до сих пор там работает. Она посоветовала мне взять в адвоката своего мужа, Романа Корнишина. Он также настаивал на признании мною вины. А когда пришло время передавать документы в суд, он по непонятным причинам сказал, что не может представлять меня в суде. Менее чем за неделю до суда я нашла нормального адвоката своего. Жаль, что уже на момент окончания следствия, конечно, тогда я поняла уже окончательно, что меня развели, но было уже поздно. Адвокат, которого я налила для суда, уже ничего не смогла сделать. Да и сам судебный процесс прошел за три заседания. 22 сентября 2015 года судья Ингельского районного суда Мария Серебрякова вынесла мне суровый приговор. 7 лет 6 месяцев в колонии общего режима. Хотя для моей статьи, по которой меня осудили, это даже мало. Там срок идет от 10 лет. Ну, наверное, за... Наверное, года три скинули, что я была послушна. Свои показания в суде не меняла из-за нежелания усугубить свою ситуацию. Я думала, что на меня бы повесили просто группу лиц. Я бы получила еще больший срок. Хотя по факту в приговоре у меня так и так фигурирует группа лиц. Я и заграничный продавец наркотиков. Я даже не обжаловала приговор. Да и это было бы бесполезно. Суды особо в подобных случаях, когда идет признание вины, подходят к вопросу исключительно формально. Отбывать наказание меня направили, ну, этапировали в Мордовию. ИК-13. Ну, как известно, там уж ни колонны неизвестны своими жестким режимами. Сейчас даже не хочется вспоминать все те ужасные условия, в которых я попала. Было тяжело, очень тяжело и морально, и физически. У меня начались проблемы со здоровьем. Постоянно держалась высокая температура. В связи с этим в декабре 2015 года меня отправили в больницу, где я пробыла полтора месяца. И в мае 2016-го я была отправлена в лечебное исправительное учреждение номер 7 по республике Чувашия, города Цивильска. Пробыв там около двух лет, я получила несколько поощрений за хорошую работу, поэтому появилась у меня возможность подать документы на смягчение наказания в виде колонии-поселения. Было принято положительное решение, после чего меня направили в колонию-поселение номер 20 Красноармейского района Саратовской области. Ну, там все осуждены, находятся на самообеспечении, зарплаты очень маленькие, прожить на такую зарплату невозможно. Как только я смогла зарекомендовать себя с положительной стороны и, получив ряд поощрений, сразу уже подала документы на смягчение наказания в виде принудительных работ. Суд ходатайства поддержал, и в дальнейшем я уже отбывала наказание в исправительном центре номер 1 города Оренбурга. Когда я попала в места лишения свободы, ну, меня никогда не покидала мысль об этой несправедливости. Конечно же, я с себя вины не снимаю. Факт употребления был. Ну, из меня сделали просто отъявленного контрабандиста путем фальсификации. Отчитались мной об отличной работе таможни. В исправительном... Он, будучи уже в исправительном центре, был послабже у нас режим, можно было пользоваться телефоном, передвигаться по городу. Появилась возможность получать консультацию по моему этому вопросу. Воспользовавшись этим, я отправила заявление в органы ФСБ и позже дала подробные показания о произошедшем. Все изложенные мной факты подтвердились, после чего материалы дела были переданы в Следственное управление Следственного комитета по Саратовской области. В итоге, как я сказала, вначале меня признали потерпевшей. Но с июля 22-го года меня никуда не вызывают, не оповещают о ходе расследования. Я нахожусь в неведении. После проведенных очных ставок я больше никакой информации не получала. Считаю, что расследование дело заволокичено. Боюсь, что оно будет и вовсе закрыто. Виновные лица, в том числе руководящие сотрудники таможни, сведомо которых совершаются преступления, так и не будут наказаны. Неправомерные действия сотрудников таможни в отношении меня повлекли за собой тяжкие последствия. в виде привлечения меня к уголовной ответственности сроком на 7 лет 6 месяцев колонии общего режима. В итоге я отбыла в местах лишения свободы 7 лет в разлуке со своей семьей. Перенесла несколько тяжелых заболеваний, существенно подорвав здоровье. После освобождения дома я уже почти полгода, и для меня до сих пор сложно адаптироваться в обществе. А мое имя так и не было очищено. Судимость не та. Извинения мне не принесены. Прошу вас, Александр Иванович, взять уголовное дело, по которому я признана потерпевшей, под личный контроль. Принять меры активного расследования уголовного дела и по возможности лично применять меня, поскольку в ином случае я считаю, здесь, в Саратовской области, я справедливости просто не добьюсь.